Это действительно острые вопросы. Вот тут Авиэль говорил, что на некоторые двух часов мало ответить как раз, да? Как правильно расставлять приоритеты? Два часа говорил Андрей, я говорю про шесть часов. У нас сейчас есть несколько вопросов, которые пришли в студию телеканала, и на которые братья хотели бы ответить. Они косвенно касаются темы тоже личностного роста, потому что они связаны и с отдыхом, и со временем. Они косвенно, и прямо, в отношении с Господом, да. Первый вопрос был, который поступил, это, если мы любим Господа и Его заповеди, то почему мы не исполняем заповеди о субботе? Да, дай аминь, Иисус сказал, если любите Меня, соберете заповеди Мои, и Иисус не отменял никакие заповеди Господни. Но я хочу, чтобы мы понимали одну очень простую вещь, в которой, может быть, многие христиане заблуждаются. Иисус не отменял закон. Иисус отменил оправдание с помощью закона. То есть, если мы сегодня соблюдаем закон, мы не можем оправдаться. Но если мы принимаем Иисуса Христа как Господа, Который пришел и исполнил весь закон, и умер за наши грехи, за наше несоблюдение этого закона, то мы оправдываемся этим. Так, вкратце. Но по поводу субботы, особое внимание, потому что особенно в Израиле сейчас, мы же тут мессианские евреи, мы должны соблюдать субботу и так далее. Я хочу вам сказать, что слово суббота, она вообще, это изобретение, христианское абсолютное изобретение, оно ничего общего не имеет, ни с каким законом, ни с чем. Слово суббот, это название дня. А слово шаббат, о котором мы все так много говорим, оно произошло от слова шаббат. Это слово, которое переводится с евреи, это как почил от забот своих. То есть ничего не делал. Отсюда, вы видите, есть слово швита, которое называется забастовка. То есть я вроде как нахожусь на месте, но ничего обычного, то есть что я привык делать в любое другое время, не делаю. Так вот шаббат, это день, который мы выбираем для себя. Один день, который мы не делаем свою работу, а делаем работу Божью. То есть то, что Бог хочет, чтобы мы посвятили Ему. И в это время мы как раз находимся в субботе. Вот это суббота Господня, когда мы отделили себя от всего, что мы делали до этого, от всех рутинных дел, и пришли в субботу, и поставили ее днем приоритетным. То есть у многих людей сегодня суббота, это как? Выходные, это когда мы стираем, убираем, моем, готовим, и детей в школу собираем. Это выходные. Нет, это все нужно делать в шесть предыдущих дней. А один день мы должны выделить Господу. И это будет наша суббота. Хотите, пусть это будет в вашей стране воскресенье. Если вы живете в стране, где у вас другой выходной, то пусть это будет другой выходной. У нас в Израиле, слава Господу, это суббота, седьмой день. Поэтому здесь мы можем... Шаббат и суббот совпали. Да, совпали и шаббат, и шаббат. Поэтому, да. После того, как она. Ну и когда я, например, провожу свои тренинги по личностному росту, я первое условие, которое ставлю своим студентам, я уже об этом говорил, я просто в приказном порядке запрещаю людям оставаться дома в какой-то свой выходной день. Мне все равно, какой у них это выходной день. Это может быть воскресенье или суббота. Я говорю, вы не просто уезжаете из дома, а вы уезжаете и записываете видеоотчет, где вы были. Не остаетесь дома. Просто категорически. Причем это не выехали к соседям через квартал, а это уехали за город. То есть я просто приучаю людей в приоритетах ставить отдых. И Бог хочет, чтобы мы отдыхали. И не зря вторая глава Бытия перед тем, как Бог перечисляет все, что Он сделал, итог подводит, Он сначала упор делает на то, что в седьмой день ничего не делал. Вот ничего не делал из того, что до этого делал. То есть все должно быть закончено в шесть дней. И наша неделя должна также распределяться. Это приоритет. Потому что если мы не можем один день выделить для Бога, как мы вообще рассчитываем на то, что Бог будет каждый день приходить в нашу жизнь? У нас же нужно хоть какой-то шаг вперед сделать. Мы же хотим, чтобы Он был с нами семь дней, а мы с ними одного дня иногда не готовы быть. Вот этот один день, это приоритет, который мы должны поставить в первую очередь. Ну и я думаю, что это как раз вопрос именно о личностном росте, а не просто о любви к Богу. Любовь к Богу – это одна из заповедей. А заповедь, Его говорят, субботы мои соблюдать. То есть день, который я ничего не делал, и вы ничего не делаете. Будем сближаться друг с другом. Да, такое святое обычно. Аллилуйя!